Значит, теперь тема нашего сегодняшнего занятия это теорема Хорда-Конферсона, теорема Менгера и теорема о деревенских свадьбах. Давайте начну с формулировки теоремы Менгера. Представьте себе, что у нас есть две точки А и В. И некоторая система Ревер-Конферсона, некоторая система Адреса. На самом деле она может быть устроена совершенно по-разному. Мне не так важно, как именно это у нас. Например, возможно, следующая штука. Вот представьте себе, что у нас есть вот такая вот вещь. Сколько существует путей, которые устроены так? Начинаются в точке А, заканчиваются в точке В и нигде не пересекаются друг с другом. То есть вот путей такого вида. На этот вопрос ответить очень легко. Я могу просто взять на этой картинке, нарисовать конкретно три пути. Представьте себе, я вышел вот отсюда. Это первый путь. Второй путь, например, вот такой. И третий путь. Вот так вот. Заметьте, пожалуйста, например, такой путь, безусловно, не горится. Потому что он пересекается с тем, что у нас есть, уже это повершение. А эти три пути вполне горят. Сейчас вопрос, может быть больше людей, чем у меня нарисовано на картинке? Да? Я думаю, что может, если не с тем, как мы сделаем. Не может. А если у нас на свет, мы не можем. А, мы можем? Молодец, молодец, можем. Отлично. Я увидел. Я увидел, доктор. Вы правильно? Да. Ну, например, вот так. Когда они обязательны? Они же, четыре пути. А больше, чем четыре? Нет. Больше, чем четыре? Так вот, конечно, здесь это очевидно. По той простой причине, что... Просто в точку Б у нас входит всего лишь четыре ребра. В точку Б входят всего лишь четыре ребра. И это значит, что больше не бывает. А вот сейчас будет другая картинка. Это значит, если вы сейчас вспомните про посты, которые у всех, как бывает в ГИБДД, раньше называлось ГАИ, которые существуют на въездах и выездах из города. Ну, разумеется, в Москве это не совсем так. Москва это огромный город. И понятно, что какую-нибудь там хитрую тропочку машину всегда можно найти, чтобы въехать. Но тем не менее, по замуж ГИБДД должно на выездах из любого города так расставить своих сотрудников, так поставить посты, чтобы никакая машина не могла бы въехать или выехать без того, чтобы на нее бы не посмотреть. Ну, а сейчас уже говорят, что из-за того, что много видеокамер, и их можно просто ставить в случайных точках на улице города, это не так обязательно. Ну, а вот в старые добрые времена, когда я был маленьким, когда видеокамеры, либо их не было, либо они были крайне дорогие, тогда все было просто. Старались, чтобы любой город имел бы не слишком много въездов, и на каждом въезде стоял бы хотя бы один сотрудник, тогда это назвалось ГАИ, сейчас называется ГИБДД, неважно. Таким образом, пытаются следить за безопасностью, чтобы воровали машинами, ну и так далее. Вот. Разумно? Разумно. Так вот, посмотрите, пожалуйста, на следующую систему. Я здесь специально нарисовал четыре точки в центре. Представьте себе, что есть огромный график, в котором очень много крайне хитро устроенных городов. И здесь написано. Много, огромное количество рев. Скажите, пожалуйста, какое максимальное количество людей можно придумать в таком графе, который начинается в точке А, заканчивается в точке В? Четыре. Четыре. Потому что, ребята, конечно, конечно, здесь огромное количество линий. Здесь можно из любой точки легко доехать в любую другую. И здесь тоже безумное количество линий, пожалуйста. Но у нас есть вот эти вот четыре точки, которые обладают следующим очень важным способом. Мимо них не проехать. Понимаете, да? Любой маршрут, начинающийся в точке А и накачивающийся в точке В, через одну из этих четырех точек обязан пройти. Соответственно, я сейчас для любого графа и для двух его вершин, А и Н, определю два числа. Н, минимальное количество вершин, которыми можно отделить точку А. В данном случае очевидно, что Н равно четырех. Четырех вершин достаточно. А, кстати, почему трех недостаточно? Ответ очень простой. Если у вас есть четыре разных пути, которые начинаются в точке А, заканчиваются в точке В, и трубслужки не пересекаются, то на каждой из этих путей нужна обязательно своя отделяющая точка. Нужен свой полицейский, который наблюдает за этим путем. Потому что не может один и тот же полицейский следить за двумя официальными справами. Так вот, пишу число М. Это максимальное количество непересекающихся, кроме как в точках А и В. не пересекающихся, кроме как в точках А и В, путей, соединяющих А и В. Теорема Менгера утверждает следующее. Всегда числа Н и М равны. Обратите внимание, вот эта картинка объясняет, что обязательно Н больше или равно М. Это очевидно. По той простой причине, что на каждой из М путей у нас нужен свой полицейский. Нужна своя точка, от которой этот путь будет контролировать. Так вот, довольно трудная теорема Менгера из теории Грандова утверждает, что на самом деле всегда Н равно М. Обратите внимание, у нас сегодня все теоремы, которыми мы будем заниматься, будут заключаться в следующем образом. Минимальное количество каких-то там равно максимальному количеству чего-то там. Причем, обратите внимание, благодаря вот этой картинке, всегда, когда у нас есть несколько путей, соединяющих точки А и В, то нужно, обязательно нужно, минимум столько точек, сколько этих путей. То есть, количество вершин, оно всегда больше или равно количеству таких путей. Для любой системы пунктов ЕВДД, если вы сумеете перекрыть дороги, значит, путей не больше, чем этих самых пунктов. Это очевидно, и это так всегда. Так вот, оказывается, что вот, когда у нас есть эти разные количества вершин, которыми мы можем отделить Алгер, то все эти количества больше или равны, чем количество путей. Но самое маленькое из этих равно самому большому из этих. Вот это типичная формировка сегодняшних теорем. Теорема. Что это теорема? Она называется теоремой Менгер. У нее отличательность. Она наличествует в учебниках по теории графов в качестве трудного, но важного стандартного результата. И во всех этих учебниках у нее крайне неразумительное доказательство. То есть, безусловно, оно правильное. Разумеется, там, каждый раз, что называется, авторы все правильно делают, но понять его в высшей степени трудно. Ну, выяснилось, что это абсолютно не случайно. Дело в том, что это примерно два года назад удалось понять. И, на самом деле, это еще по себе не опубликовано, так что это, можно сказать, пока это существует только в виде такого узкого рассказа, господа. Вы услышите. Теорема Менгер – это мгновенное следствие из не менее известного и не менее замечательного результата теории графа, который называется теорема Форта-Фоккерсона о максимальном потоке и минимальном разрезе. Я сейчас сделаю следующее. Считаю, что все вы запомнили эту теорему. Расскажу формулировку теоремы Форта-Фоккерсона. Пока не закреплюсь. Потом объясню, как из теоремы Форта-Фоккерсона следует теорема Менгер. Ну, а потом разберется. Докажу теорема Форта. Ребята, представьте себе, что у нас имеется электрическая сеть. У нее есть точка А, куда поддается раз, плюс точка В, куда поддается два пульса батареи. Замечательно. И пусть есть провода с разными пропускными способностями. Но, на самом деле, может быть не очень правильно вводить электричество, потому что, как это называется, электричество, все мы, на самом деле, знаем не так уж и хорошо. Давайте я совсем простую идею ясню, будет понятно. Даже две. Один способ такой. Представьте себе, что А – это сина, и там огромное количество воды, целое хранилище. А еще лучше речка, не знаю, река вода, да, или, ну, в общем, ребята, какая-нибудь очень мощная, очень полноводная река. А Б – это, наоборот, какой-нибудь сток. Можете себе представлять водопад, куда можно приобретать любое количество воды. Можете себе представлять огромный унитаз. В общем, все хотите. Главное, что любое количество жидкости туда может уйти, а здесь, наоборот, абсолютно неограниченные водные ресурсы. То есть здесь очень много воды хочет, а здесь очень много воды может уйти. А теперь представьте, что, в отличие от этих неограниченных источников, стока и жидкости, у нас с вами здесь, наоборот, самое что именно есть жизненные, реальные трубы. По одной трубе может течь такое-то, по другой такой-то, по третьей-то. И вопрос, какое наибольшее количество жидкости может течь в потоке? Понятно, что если у нас, скажем, из А выходят очень большие мощные трубы, но все вот эти трубочки чудовищно маленькие, то поток весь будет маленький. Согласны? Вот на этом-то и построена вся эта... Я сейчас дам определение разрез. Разрез устроен так. Нужно просто провести линию, которая отделяет точку А от точки Б. Любые полосы. Хотите вот так хитро, как я сейчас рисовал. Хотите другой разрез. Например, вот так вот проход. Хотите еще как-нибудь. Важно, чтобы все вершины были бы разбиты на два типа. Вершины, которые относятся к стороне А, к левой стороне, и вершины, которые относятся к стороне Б, к правой стороне. Так вот, давайте представим себе, что мы ничего не знаем о том, как так течет вода. Мы знаем, что мы пограничники, которые охраняют вот эту вот красную границу. И нам сообщают, по этой трубе течет столько-то. Слева направо течет столько. По этой трубе, наоборот, справа налево течет столько. По этой и по этой слева направо течет столько. Как вы считаете, мы можем по этим данным понять, сколько течет слева направо? И что нам для этого нужно сделать? Господа, если мы знаем, сколько течет по каждой трубе, пересекающей красную линию, что говорите? Сложить. Все сложить. Неправда. Нужно сложить количество воды, наверное, которая в тех трубах, которые разрез пересекает. Да. Нужно сложить те, которые... Ну, догадайте. Я же говорю, что... Которые слева направо. Те надо взять, азнаку плюс. А которые справа налево? Ну, и... Азнаку плюс. Да? То есть представьте себе, ну, я не знаю, скажем, как узнать баланс нашей страны. Вот представьте себе, к счастью, в нашей стране есть несколько месяц рождения, какое-то количество нефти наша страна продает. Я абсолютно уверен, что какое-то количество нефти наша страна и покупает. Да? Ну, я не знаю, какой-то там наш корабль, сошедший в каком-нибудь порте, наверняка, хоть разница, что-то купит. Согласны? Замечательно. Как узнать баланс? Сколько... А, о, я придумал. Есть же Калининградская область. Все знают? Есть такой кусок территории России, который от нее отграничен, да? Они никуда не делаются. Они вынуждены ввозить себе нефть. Правильно? Через границу. И они ее, естественно, там потребляют. Замечательно. Так вот, как пограничникам очень легко узнать, сколько нефти наша страна продала? Очень просто. Надо взять, аккуратно посчитать, сколько нефти ушло за пределы страны, и вычесть из этого количество нефти, которое вернулось. Согласны? Все. Так, ну представьте себе, что нам никто не дает отчета. По какой трубе, сколько отчета. Мы просто знаем пропускные способности. Вот видим, вот эта труба такая тоненькая, у нее маленькая пропускная способность. Там есть большая труба, но у нее такая. Мы знаем пропускные способности, но нам дают посмотреть, что нам журчит по этой трубе. Можем ли мы, исходя из этих данных, дать оценку количеству жидкости, которая идет слева направо? Кришмот. А именно, мы не знаем, возвращается ли что-то справа налево. Давайте считать, что временно, что ничего не возвращается. Мы просто берем все трубы, которые идут слева направо, и суммируем их пропускные способности. Согласны? Никто не сможет вывести больше воды или чего угодно, что-то там потом идет, только людей, неважно. Чем сумма пропускных способностей дорог, которые идут слева направо? Уговорю. Вот пропускной способностью разреза называется сумма пропускных способностей дорог, которые начинаются слева от разреза и заканчиваются справа. Сумма пропускных способностей. Те дороги, которые начинаются справа, а дальше и слева, это вообще как не участвуются. Теорема Форда-Фолкерсона гласит. Максимальный поток равен минимальным из пропускных способностей разреза. Максимальный поток равен минимальным из пропускных способностей разреза. Теорема очень хуже. Теорема Форда-Фолкерсона гласит. Теорема, повторяю, Форда-Фолкерсона гласит. Заметьте, теорема очень хуже на теореме мира. Так вот, опять-таки, я сейчас докажу, что теорема мира следует, причем мгновенно следует из теоремы Форда-Патерсон. Казалось бы, связь между ними остановить трудно. Вот по какой причине. Когда вы, ну, наивно так, ставишь в точку А бесконечный источник жидкости, естественно, так придется делать. Ставишь в точку В бесконечных размеров унитаз, тоже понятно. По всем рюмкам пропускная способность единица тоже, кроме этого, вообще ничего не придумали, доказалось бы. И вдруг обнаруживаешь неприятную вещь. Понимаете, вот тут у нас пути не должны пересекаться, иначе как в точке А. А представьте себе, что у нас путь из А в В устроен вот так, а другой путь устроен вот так. Ведь тогда с точки зрения течения жидкости все нормально. Сюда течет, я не знаю, там, литр в секунду или секунду. Сюда течет, я не знаю, там, литр в секунду или секунду. Сюда течет, я не знаю, там, литр в секунду или секунду. Сюда, сюда, литр в секунду, сюда, литр в секунду, сюда, литр в секунду. Все понятно. Как заставить эти пути не пересекаться, кроме как в точках А и В? Вот на этот вопрос, повторяю, в учебной теории графа ответ крайне заметен. В том числе в самых хороших, в самых лучших существующих, доказательства теоремы Менгера, крайне запутанное и мягко скажем, странно. Оказывается, если посмотреть на то, что я здесь написал, на теорему хорошее слово и посмотреть на то, что нам здесь нужно, то абсолютно естественное решение приходит в подсказку. Надо в каждой вершине сделать так, чтобы вершина не удерживала поток величины 2. Смотрите, вот сюда входит 2 литра и из нее выходит 2 литра. Но казалось, что вершине все равно, потому что здесь мимо нее потекли, через нее. А вот надо, чтобы они не могли протечь через вершину. Так чтобы пути, в меня в том смысле, отталкивались бы друг от друга. Делается это так. Я тут по телевизору видел замечательный шлюз, устроенный следующим образом. Представьте себе колесо. На высоте огромного, примерно 80 метров, корабль вплывает в этот самый шлюз. Внизу набирается такой, ну, корабль, если в воде, не просто так, да, не поскольку. Вот, ровно такое же количество воды набирается и дальше это колесо поворачивается. Дальше корабль плывет. Это водичка. Получается здесь. Карл сюда вплывает. Поняли? Изобретатели, не изобретатели, а те, кто реально сделают существующие в волне конструкции, работающие, уверяют, что мощность, которую эта конструкция употребляет, то ли полтора киловатта, то ли два киловатта. Ну, в общем, что-то будет одного электрического включения. Нужно для того, чтобы, значит, корабль, корабль с людьми, с машинами, вот такой вот корабль. С высоты 80 метров спустите вниз или наоборот поднимите 80 метров. Вы скажете, почему я это вспомнил? Не потому что я сейчас устрою что-то удел. А именно. Я в каждой из вот этих вершин устроил такой шлюз. Ну, если не хотите слово шлюз, наверное, взрослые это помнят, вы, наверное, сейчас уже не помните. Есть такое понятие пробка. Вот в старые добрые времена, сейчас пробки автоматические, поэтому вы, скорее всего, не видите, как она устроена. А в старые добрые времена пробка была устроена крайне пустой. Это была такая керамическая ждучка, которая ворачивалась. И здесь в сети тоники-тоники проводоков. Как только по сети шел слишком большой ток, так этот проводочек перегорал, и все. Пробку нельзя было использовать. Надо было ее выносить и новую ставить. Ну, вообще они были вполне недорогие, так что это не страшно, но неудобно, потому что надо бежать за новую пробку покупать. Сейчас узнаете такие автоматические пробки, которые можно использовать много раз, как и убивать вставляющие. Так вот, не догадались ли, что я сейчас делаю? Я в каждой вершине установлю такую пробку. Формальная конструкция. Я каждую вершину разобью на две. А именно, точку А я назову точкой А нижняя. Давайте. Я здесь поставлю А, значочек, что она нижняя. Точку В я назову точкой В верхняя. А вот любую промежуточную точку, например, вот у меня здесь есть точка С. Я разобью на две точки. Одну из них я назову С верхняя, а другую, естественно, С нижняя. И другую точку, например, здесь есть точка Д. Я тоже разобью на две. На верхнюю точку Д и нижнюю точку Д. И теперь, внимание, я буду считать, что вся жидкость у меня приходит в точку С только в верхнюю, а выходит только из нижней. А все ребра графа это такие насосы, которые качают из нижней в верхнюю. Вы скажете, а как же так? У нас же каждая точка разобьется на две. А как их соединять? Было же одно ребро? Ответ. Любое ребро ММ, которое было в графе, я превращаю в два ребра. А именно, точка М у меня, как известно, превращается в две точки. М верхняя и М нижняя. И, внимание, бывшее одно ребро превращается в два ребра. Одно из них из нижней точки М идет в верхнюю точку М, а другое из нижней точки М идет сюда. И, ребята, кроме того, что я сейчас сказал, в каждой точке возникает то самое из электрических пробок, тот волосок, да, который перегорал в старых электрических пробках. Или тот шлюз. В общем, труба с единичной пропускной способностью. Вы мне скажете, что я здесь стал рисовать стрелочки, а до этого говорил о трубах. Аналогия такая. Ребята, не всегда пропускная способность в двух направлениях одинаковая. Например, представьте себе, что А, это одна станция Винкоза, где у вас вдруг, я не знаю, футбольный матч кончился, и у вас вдруг возникло сразу много-много тысяч людей. А Б, это, ну, опять по аналогии с футбольным матчем, вдруг, это стадион любимой команды, куда все болельщики после матча решили сбегать, поздравить любимого тренинга, да? Так вот, представьте себе, что, не знаю, 50 тысяч человек, хотя бы мгновенно из одной станции метро попасть на другую. Что они делают? Они приходят, видят, что у метро есть один вход, бегут к соседнему, у метро есть второй вход, вот уже, скажем, две, да? Потом одни поехали до одной станции, другие до другой. Возникает такая вот транспортная сеть. И, заметьте, уже в случае метро, совершенно естественно, что в одном направлении пропускная способность отличается от пропускной способности в другом направлении. Например, если у вас идет эскалатор, то он едет в одном направлении, а, как известно, против фонда эскалатора бегать измещено и крайне недостаточно. Вот даже если бы было обрежено, а вряд ли бы этим народ занимался. Вот и все. Бывают системы транспортные, когда движение в одну сторону возможно с какой-то пропускной способностью, а движение в обратном направлении либо возможно с другой пропускной способностью, либо вообще непосредственно. Другой пример. Если кто-то из вас интересовался тарифами на доступ к интернету, то знают, что в очень многих случаях говорят так. На входящий к вам трафик такая-то плата, такая-то скорость, на исходящий такая. Знаете, такую систему? Да. Почему? А потому что компания, которая это делает, действительно по чисто техническим причинам, как ни странно, проще, когда вы закачиваете информацию. Это быстрее, легче им сделать, чем когда вы от себя ведете макро в сети. Поэтому они пытаются и в своих тарифах это тоже как-то учить. В общем, можно, наверное, еще какие-нибудь примеры. Но сейчас присутся. Значит, ребята, первоначально формулировку мы сейчас поменяем. У нас теперь все пропускные способности будут с учетом управления. То есть, каждая... Раньше у нас были просто легкой графа, а теперь это будет легка со стрелочкой. Это не референция. Да, 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 ориентированный граф теперь. И на каждом рябре написано неотрицательное число. Пропускная способность этого рябра. Именно в этом направлении, да? То есть, раньше, когда у нас не было стрелочек, то можно представить себе, что на самом деле было рябро от искусства со стрелочкой. И на обратном со стрелочкой у них были такие одинаковые пропускные способности. А можно, чтобы пропускные способности были разные. Так, хорошо. А теперь, трудная вещь. По-настоящему трудная. Но я вам ничем не могу помочь. Вы должны вдуматься в теорию формата Терсона. Мы еще не показали их, но формулировка более-менее понятна. Максимальный поток равен минимальному разрезу. Вы должны вдуматься в формулировке теории формата Терсона. И применить эту самую теорему к вот таким вот образом преобразованному графу. То есть, в каждой вершине поставили такой вот предохранитель, да, такую штучку пропускной способности один. Теперь везде из нижней части вершины идет в верхней части всех остальных вершин. То есть, ребят, преобразование такое. Вместо точки А пишем А нижнее, а верхнее вообще не пишем. Вместо В пишем только В верхнее, В нижнее все не пишем. И дальше, простая вещь, каждая вершина удваивается, превращается в свою верхнюю и нижнюю часть. Там возникает такая штучка пропускной способности один. И везде, где вершины были ребра, мы рисуем из ее нижней части ребра в верхней части всех других вершин. В частности, в точку А мы уже не будем ничего рисовать, потому что от А осталось только А нижнее. И наоборот, из точки В мы ничего не будем рисовать, потому что от В осталось только В. Так вот, посмотрите, пожалуйста, что такое поток. Поток начинается с точки А, какая-то там же точка идет, 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 идет. Другая началась с точки А, идет, идет, идет. Ребята, они же не могут иметь общий верно. Вот эта ситуация запрещена, потому что в этой вершине один, этот самый близокронизм, это один поток. Вы, правда, скажете, а почему нельзя половинку вести здесь, а половинку здесь? Одна вторая, пусть одна вторая как раз и нет. Ответ. В теореме Форда-Футерсона можно, и во время доказательства это будет видно, сказать следующее, что если пропускные способности всех ребер будут целы, то и в максимальном потоке тоже количество, которое нужно будет вести по всем реберам, тоже будут целыми числами. Теорема Форда-Футерсона обладает вот этим замечательным свойством целочисленности. Если все начальные данные были целыми числами, то никакой необходимости ввозить пробные числа в масты. Так, понятно, я это объяснять не умею, поэтому все, что я дальше могу сказать, что, во-первых, есть в фальте в 1970 году в четвертом номере статья Башмакова под названием «Парасочетание транспортной сети». Ее очень полезно прочитать. «Читание и транспортная сеть». Башмаков автор. Так вот, там все это написано. Правда, не про теоременов, естественно, потому что теоременов я совсем недавно, это задается. Вот. И я попытаюсь сейчас зайти, я боюсь, что вы многие не поняли, что я сейчас сказал, я попытаюсь сейчас зайти с совсем другого конца, надеюсь, что вам станет немножко понятным. Значит, так, ребята, давайте поговорим о женском счастье. Значит, вряд ли со мной сейчас все согласятся, но, значит, на самом деле с позиции биолога человек устроен так, что мужчины не принимают решений, хотя им кажется, что именно они, так сказать, приглашают девушек замуж, но на самом деле при выборе семьи мужчины никаких вообще решений не принимают, а систему строят очень просто. Все мужчины готовы, значит, жениться на любой женщине, а женщины, наоборот, избирательны, поскольку им потом воспитывать ребенка, и им нужно, чтобы муж был хороший, чтобы, так сказать, ребенок был хороший, чтобы денег было много и так далее, и так далее. Есть масса критериев. Соответственно, модель очень простая. Если я чьи-то там нежные чувства сейчас оскорбил, меня волнует только математическая задача, поэтому не обижайтесь. Модель очень простая. Имеется девушка. Для простоты все девушки на свете. У каждой из которых имеется список ее, возможно, женихов. Тех мужчин, за которых она, в принципе, согласна выйти замуж. И дальше жизнь устроена очень просто. Значит, девушка живет, ну и, собственно говоря, ждет, когда же этот самый мужчина подойдет и скажет, а он там всех женщин он обходит по очереди, каждый спрашивает, не хочет ли ты за меня замуж. Ну и когда-нибудь, он и до нее дойдет, спросит, она скажет, скажет, да, я хочу. И, значит, создала счастливая семья. И так далее. Так вот, ребята, вместо того, чтобы так ждать, есть более простой способ. Объявим дели всеобщего счастья. Очень просто. Скажем, уважаемые девушки, у нас тут возник новый номер, не знаю, там, в Твиттере пользователь сваха, или как его там назвать, пожалуйста, каждый из вас быстренько составьте полный список всех мужчин, за которых согласны замуж. И в столько-то часов такого-то дня пошлите ему этот самый свой список. После этого получатель сваха все эти ваши списки со всего мира, значит, переработает и обещает каждый из вас подобрать ровно одного же меха из вашего списка. Причем, заметьте, каждый из вас получит одного же меха, но и никакому мужчину, мужчине больше одной девушки не будет предложено. Так что все будет по-честному, все по закону, все счастливы. Все поняли? Вопрос. Всегда ли? При любом ли списке пожеланий полное женское счастье возможности? Не решили. Представьте себе, что женщины всего мира пошлют все Шварценеггер. Все. Взяли и не сговаривали, вы себе представили Шварценеггер. Или Шварценеггер и Сталлонов. Проблема такая, что и двоих на весь мир не хватит. Чтобы количество было равное количество женщин. Чтобы количество мужчин было равное количество женщин. Это тоже абсолютно неправильное условие. Потому что смотрите, какая возможная ситуация. Давайте для простоты. Пусть есть три девушки и пусть есть три юноши. Казалось бы, с количеством все хорошо. Но! Шварценеггер. Сталлонов. Ну, а это я. Понимаете, они сами виноваты, с одной стороны, что они все хотят других двоих. Ну, а с другой стороны, ну... В общем, ребята, на самом деле, список условий звучит очень просто. Первый условие. любая девушка должна хотя бы кого-нибудь в свой список женихов написать. Это все понимают? Да. Что если какая-то девушка просто оставила список пустой, то сколько ни мучаешься, жениха для тебя не найдешь. Потому что не есть кого выбирать. этого условия недостаточно. Для любых двух девушек нужно запретить ситуацию, когда они обе готовы выйти замуж только за одного. То есть, ситуация, что две девушки и один шварценеггер, она категорически должна быть запретена. Вообще, для любых к девушек должно выполняться следующее абсолютно естественное условие. Объединение. Давайте подрежим. Это два. Для любых для любых к девушек объединение списков их женихов состоит не менее чем из к юноши. Это должно выполняться для любого числа отка. Какие пять девушек не берем, когда их списки объединяешь, всего должно быть не меньше пяти юношей того. Потому что если четыре или меньше, то на пяти лев не хватит. Это абсолютно естественное условие так вот теорема деревенской свадки звучит очень просто. Если это условие, вернее так, все такие условия если выполнены, то полное счастье нас может удаст всех имеющихся девушек выдать замуж. Кстати, ребята, в какой стране мира это было реализовано на партии. Когда власти в стране, которая сейчас называется Камбоджа, тогда называлась Камбучия, пришли в так называемые Красные Кхмены. Ну, власти власти в некое такое пункт фиканское движение. И они создали несколько указов. Первый их указ был совершенно замечательный. он звучал так. Люди не должны жить в городах. Представляете, да? Пришло новое проектие власти в стране и просто спокойно и тихонечек объявляет. Люди не должны жить в городах. Они реально выполняли свой указ. То есть действительно в течение нескольких дней крупные города страны были расчищены от жителей и их жители взяли сколько могли с собой внести из своих домов и разбежались по деревням под угрозой физического уничтожения. После этого у них был еще замечательный указ. У них был еще один замечательный указ. Если есть юноша старше стольких лет и девушка старше стольких лет, то они обязательно должны быть в семье. Дело в том, что бывают все ученства, все такое. Они с этим очень просто попали. В очереду деревни приезжал комиссар или как он там назывался Крахный Шучкарин. Говорил пожалуйста соберитесь все в каком-то одном помещении. Замечательно. Все семейные свободно можете уходить. Все несемейные пожалуйста рассягьтесь по парам. Ну мужчина женщина смысле. Все сели. сели. Все кто расселись по парам замечательно оставайтесь. Ну в смысле уходите. Вот. Остальными мы сейчас занимаемся. Занимались следующим образом в этой замечательной стране значит коммунизм он будет такой. У них почему-то патронов очень быстро стало не хватать для расстрелов. И поэтому они занимались следующим. Унижно-россельское хозяйство было связано с тем, что много было мотык. рис и так далее. Так вот любимое их извлечение было такое аккуратно пройти и мотыгами повырубать тяжки у тех кто остался. Понятно, да? Почему-то такой вот казнь у них считался самым правильным. Вот. Значит прошли аккуратно все кто парни образовали те продолжают жить. Там удивительно быстро население страны сократилось. Я не помню то ли на треть то ли на две трети. В общем какое-то чудовищное чудовищное количество населения. Ужас состоит в том что весь окружающий мир на это смотрел и говорил. А это внутреннее делах в чьи. А они так понимают права человека. А у них свой особый путь развития красных миров. И конец государства пришел в следующий момент. Оно вдруг почему-то сдуру объявило что Вьетнам тоже должен жить по их законам. Вот. И почему-то объявила войну Вьетнам. Вьетнам подумал и будучи страной тоже не сильно демократический но все-таки работой с мотыгами там люди не занимались. И просто-напросто быстренько вел свои войска в том Кампучии и на этом превратилось. Но ребята очень много лет действительно раз не так было. Так что повторяю что если мои сегодняшние рецепты реализовывать всерьез то в общем будем как в Кампотже но математика слава богу никакого отношения не имеет во время о деревенской свадьбе. Если для любых К девушек объединение списком их женихов содержит не менее К элементов то возможно всеобщая свадьба. разумеется вы мне скажете что это не в полном математическое формуле да разумеется давайте напишем математическое если А1 А2 и так далее АН система конечного множества система конечного множества и объединения любых нескольких из них если А1 А2 и так далее АН это система конечного множества и если объединение любых нескольких из них состоит из не меньшего числа элементов чем число объединяем множеств чем количество объединяем множеств множеств то существует хотя бы одна система система различных представителей сейчас я все объясню объясняет объясняет А1 это множество тех за которых согласно выйти замуж на первой девушке А2 это те за кого согласно замуж выйти вторая и так далее АН это так вот объединение когда мы списки меняем что такое система различных представителей это значит в каждом из множеств вы берете по одной точке причем все эти n точек должны быть разными в каждом из множеств надо отметить одну точку и причем так чтобы все эти n отмеченных точек были бы разными на самом деле что говорить про девушек что говорить про эти множества это вообще строго одно и то же давайте дальше говорить про девушек значит я сейчас докажу теорему по деревенской свадьбе при помощи метода математической инвестиции что это означает я сначала посмотрю на ситуацию когда на свете есть одна единственная девушка когда на свете есть одна единственная девушка то по условию у нее минимум один возможный ученик ну и все пусть она из всего своего списка учеников выбирает его или собственно забирает это называется база индукции если одна девушка то все очевидно теперь в чем состоит индукционный переход предположим что для одного и двух там нет вообще для любого количества девушек меньше нет н пусть пусть мы уже теорем указали посмотрим как тогда встает дело для случая н девушек значит записывай я все уже пишу переход индукции переход значит пусть для любого количества девушек меньшего н теорема доказана рассмотрим ситуацию когда у нас имеется n девушек ну и здесь 200 сотни девушек значит ребят сейчас я должен буду рассматривать два случая один случай когда есть некоторая жесткая система девушек а другой случай когда такой системы объясню что такое жесткая система представьте себе что девушка хочет выйти замуж за одного человека и только за него вы понимаете что на самом деле тогда хоть она в общий список подойдет свою заянность хоть она и не подойдет на самом деле она свое решение уже приняла правильно так вот давайте такую ситуацию и назовем жесткой когда у нас есть некоторая девушка которая уже точно знает что все она выйдет на муж за этого ну в общем возможно и другая жесткость представьте себе что скажем две девушки одна за этого или за этого а другая за этого или за этого или три девушки и вот такая ситуация вы понимаете что на самом деле эта система из трех девушек обладает таким важным свойством ее можно рассматривать отдельно все остальные задачи потому что если эта девушка согласна выходить замуж только за эту билет это за любого из троих это только за эту билет то на самом деле если так подумать ситуация вполне вполне решается да здесь вот так ну а там варианты ну например так здесь чего и здесь вот вот вам важно что эта система жесткая что они эти трое от всего остального мира девушек на самом деле от длины так вот давайте введем такое определение жесткой системы я не знаю какую еще назвать извините что может быть не очень понятно но там не знаю отряд подруг да 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 там летучая банда ветви ну в общем так же в зависимости от степени вашей словности вот там да можете это как угодно назвать важно следующее жесткая система девушек это вот что такое это м девушек это некоторое количество эу девушек объединение списков женихов ой да внимание м должно быть обязательно меньше чем н объединение списков женихов которых состоит ровно из какого количества состоит ровно из м м юношек вот давайте м причем м меньше чем н так а сейчас я должен процитировать дмитрий антонович медведевов на этой неделе была такая история там какой то в таджикистане самолет что-то там летчик контрабан на так вот обниму всю эту ситуацию великий государственный муж выступил со следующим дилем ответ россии на действия таджикистана по отношению к нашим летчикам будет симметричным или асимметричным то есть ребят дело в том что я сейчас произнесу примерно такую же мудрость как-то странно в случае медведева я лучше помолчу а в случае математики это цикл есть мысль жёсткая система либо есть либо нет и так пишем два варианта жёсткая жёсткая жёсткой системы нет жёсткой системы нет вот оно слово нет оказывается в этом случае всё устроено в высшей системе просто если жёсткой системы нет то это значит что для любых м девушек где м меньше н список их жеников состоит более чем из м человек согласны? согласна так вот я вам сейчас рассказываю что можно сделать очень простую вещь берёшь любую девушку и говоришь выбирай любого из своих возможных женихов только там и выходи с ней выбирай любого своего жениха и уходи вот она выбирай от одного своего жениха она нужна девушек стало меньше чем н но ребята очень важно условия теоремы и древенские звать скромность почему а потому что для любых м девушек объединение технического женихов состоит по крайней мере из земли с одного человека даже если кого-то одного из них она и убила с собой все равно минимум м человек остались значит в ситуации когда жесткой системы нет мы все понимаем все множество теперь когда жесткая система есть представьте себе жесткая система есть мы берем такую жесткую систему и говорим что в ней народа меньше чем н человек значит по предположению индукции все доказано этих девушек с этими юношами отдельно определяем и говорим что для них теорема верна значит там свадьба система свадьб возможна все придумали их увели количество девушек уменьшилось было стало н минус м вы правда скажете мне а что если после того как мы их увели скажем у нас была какая-нибудь девушка а она была согласна выйти замуж только за одного из этих девушек или было скажем у нас три девушки они готовы выйти замуж за некоторых из этих девушек и еще за кого-нибудь одного отцу например вот у нас или там у нас что делать в таком случае ответ на самом деле невозможно такая ситуация невозможно ситуация когда у нас есть какое-то количество в к девушек у которых возможные женихи кроме этих меньше чем образует множество менее чем к человеку почему а потому что когда я беру к девушек то я могу рассмотреть м плюс к и применить вот это вот условие не к к а к м к жесткой системе и вместе с этими к девушками всего становится м плюс к девушек и объединение списков их женихов состоит минимум из м плюс к человеку конечно м человеку нас уведут но если оно состояло не менее чем из м плюс к то даже когда м уведут минимум к человеку иди поняли если такой случай есть ну допустим предположим что в мире у нас вы не у не ну это и Итак, здесь случаи, когда n равно 1 кг. Давайте проследим наши доказательства. Существует ли жёсткая система? Да, существует. Эта жёсткая система состоит из вот этой девушки, которая связана только с одним одним мужем. По этому доказательству мы должны жёсткую систему вести, в данном случае её и его, и останется у нас одна девушка и один мужчина. И эта система должна исправлять условия задачи, и здесь, соответственно, помогает. Всё хорошо. Отлично. Значит, теорема деревенских свадеб доказана. Сейчас давайте посмотрим несколько примеров на мнение этой теоремы. Первое мнение совсем простое. Представьте себе, что у нас в некотором классе каждая девочка дружит с двумя мальчиками. И при этом так всё удачно получилось, что каждый мальчик дружит тоже только с двумя девочками. Ровно с двумя. Задача. Докажите, что можно их так рассадить за партии, что на каждой партии будут сидеть мальчик и девочка, причём друзья. Между прочим, эту задачу можно решить и без всяких теореток. А как? Вот давайте картинку. Представьте себе, что вот эта девочка дружит с этими двумя мальчиками. Этот мальчик просто с этой девочкой, она дружит в свою очередь вот с этим, который дружит с этой, которая дружит с этим. Вот это немножко дружка не взаимная, а сейчас они все... Не-не-не, дружка у нас взаимная. У тебя все не учат? Учат. Вот она, для системы. Ещё раз. Здесь. Оля. Нина. Лита. Юля. Кто там ещё бывает? Аня. Вот. Вова. Вася. Витя. Э. Олей. Аня. Ну Нива. Лита. Кирилл, Павелл, Николай... Миша. Новый год. Игорь. Отлично. Так, Мир, игорь не хочу... Давайте погâm devaluy... Так? Не согласна как-нибудь, что такое... Ниша, города... ЗАИСИА company. О, НИЗАЦИАТЕЛЬНОЕ согласны, да? Михаил. Отлично, Михаил. Задача. Можно ли здесь легко устроить систему рассаживания за партой? Ответ. Синяя. Красная. Эх, синий. Красный. Синий. Не знаю, кто вы там сидит. Важно, что я висую синяя и красные линии. Так, дорога стремлюсь. Вы понимаете, что я делаю? Да. Вы сажайте на партой. Красная линия, это может быть партой. А вот, например, красная линия – это партой, а синяя партой – это ничего. Или наоборот. Синяя – это партой, а красная – это ничего. Это по вкусу. Важно, что я прохожу подряд. Заметьте, никакого интеллекта не нужно. Синяя. Красная. Синяя. Догадайте. Красная. Молодцы. Молодцы. Синяя, красная. Синяя, красная. Синяя, красная. Прохожу вдоль наших линий, и все понятно. А вот теперь задача будет интересна. В том же самом классе вдруг выяснилось. Ой, ой, меня там. Перед тем, как переходить к случаю, когда у нас на 3, давайте какая-то другая задача. Она очень полезная. В классе у каждой девочки, ну, у каждой девочки соответственно каждого мальчика. не менее, понимаете, тут было ровно 2, а тут будет не менее двух друзей, мальчиков. Ну, соответственно, у мальчика и девочки. Всегда ли можно рассадить за парнем? Всегда ли можно рассадить за парнем? Ну, имейте в виду, так, чтобы за каждой парнем сделала одна девочка, а один мальчик, и чтобы они были друзьями. Заметьте, я изменил всего за чуть-чуть. Раньше было у каждой девочки ровно 2 подруги мальчика, и у каждого мальчика ровно 2 подруги девочки. А теперь, я сказал, пусть даже больше, разрешим, чтобы друзей было не двое, а не меньше, чем двое. Вопрос. Можно ли гарантировать, что такая замечательная система будет работать? Если хватает двух, то, конечно, если больше, то только лучше, да? Чем больше друзей, тем лучше. Дальше решайте. Так, значит, повторяю, я вам скажу, в метском классе у каждой девочки не меньше, чем у вас и у мальчика, и у каждого мальчика не меньше, чем у 2 подруги. Что? Скучно, да? Нет, ну как, вот мы решили задачу, и больше ничего не происходит. Значит, ребят, давайте сейчас придумывать женские и мужские имена. Игорь. Спокойно. Я буду долго рисовать трубку, я буду долго добирать имена. Я говорю, я что-то делаю. Я даю шанс решить задачу. Нужно просто составить. Что? Просто можно партию составить. Какую партию? Не партию, а вот просто... Аня, партия, честно говоря, блинцы на мужик. Составить партию, как называется. Вот... Скажем сейчас, не о том, как составить партию. Значит... Господа, мы теперь договоримся. А давайте мы договоримся, что вот это будет Аня. Вот это будет Ева. Ира. Марина. Оля. Даша. Так, трёхкина ещё есть? Ася. Ася. Яна. Яна. Юля. Юля. Дуня. Дуня. Дуня четырёхкупинная. Да. Да? Не слышу. Не слышу. Галя. Райя. 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 Отличное имя Райя. Замечательно. Замечательно. Значит, 8 трёхкупинных женских имён мы придумали. Теперь давайте придумаем шти имена. Спасибо. 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 Лоля! Лоля! Саша! Валя! Женя! Гена! Отлично! Вы сейчас так поставите эти самые звездочки там где они дружат что они не возможно их за партнер следить И это очень легко Быстро Вставим звездочки Условие такое В каждой строчке минимум 2 звездочки В каждом столбце минимум 2 звездочки Но невозможно при этом устроить рассаженный звездочек Таблица 8 на 8 Несует Все эти анимания Совершенно не важны Это просто шутка Нужно чтобы вы решали задачу Да? Мы можем сделать чтобы 2 мальчика дружили со всеми и девочки дружили со всеми а больше никто не с кем не дружил Абсолютно разумная мысль Ребят Представьте себе что кто у нас тут есть Вася и Женя дружат со всеми девочками Мы же сказали Вася Не менее двух Не менее двух Аня дружит со всеми мальчиками и Рая тоже Смотрите Смотрите какая история Будет какая-то парта за которой сидит Аня Будет парта за которой сидит Рая Будет Еще может быть парта для Васи и парта для Жени Четыре парты максимум Но Больше не бывает То есть Количество парт ограничено сверху числом четыре А нам нужно естественно Восемь мальчиков Восемь парт Так Замит Всего лишь половина людей смогут сесть за парт Ребят Да Это очень важная Которая имеет отношение к так называемой теоретике Вообще Обратите внимание Чем мы сегодня занимались Когда изучали вопросы вот этих девушек юношек На самом деле мы занимались изучением таблиц заполненных числами 0-1 Объясняю простую идею Всех существующих девушек выписываем В столбах В так Ани Ева И Всех И всех существующих Выписывали Получается огромный Размер таблицы Если Они дружат Пишем Единичку Если Не дружат Пишем И Что такое Система РАП Очень простую Это Система Давайте Я покажу вам Один из возможных случаев Скажем Представьте себе Вова Сядет за одну парту с Аней Ева Сядет за одну парту Например с Васей И здесь Юля с Женью И Рая с Ромой Согласны? У вас Вам Четыре Выбрано Крестика И Естественно Что Больше Чем четыре Не бывает Обратите Пожалуйста Внимание Почему? Потому что У нас Есть Такие Особые Люди Анна Рая Вася И Жень Так вот Ребята Теорема Кёника Следующий Фокус Если есть Произвольная Прямоугольная Таблица И Минимальное Количество Линь Линия Это Вертикальная Минимальное Количество Линь Которые Вычеркивают Все Единицы Равняется Какому-то там Штука То Удастся Устроить К Свадеб А Больше Устроить Не удастся Давайте я это Запишу Потому что это важная штука Теоремка Теоремка Это Максимальное Количество Свадеб Ну Максимальное Количество Парня Свадеб Равно Минимальном Количество Линь Минимальном Минимальному Количеству Линии Что такое Линья Это Вертикаль вертикаль или горизонталь, которыми можно вычеркнуть все единицы или все крестики, давайте все единицы, если говорится, что там, где, друзья, решим один, то там, где нет, решим один. Так вот, максимально, шутка вообще, максимально, как сказать, это максимально возможное количество единиц, никакие две из которых не стоят ни в одной строчке, ни в одном столбце. То есть, заверьте, если я выбрал это, то уже нельзя выбирать ни в этой строчке, ни в этом столбце, потому что уже и в оба заняты, и ами тоже заняты. Давайте я объясню, какое отношение теоремы Тюнника имеет к теореме формы подрисованных. Оказывается, очень простое, очень естественное. Значит, ребята, смотрите. Представим себе наших девочек просто как точки с одной стороны графа. Представим себе мальчиков как точки в другую поле графа. Не важно, сколько их разок. Дальше просто создаем источник воды. Это точка А. Не забываем про скок, точку Б. И транспортная система устроена очень просто. Все просто, ребята. Точку Б соединяем со всеми мальчиками. Точку А соединяем со всеми девочками. А между девочкой и мальчиком рисуем отрезок, если они друзья. А если нет, то не рисуют. И смотрите, что такое посадить за одну башню. Понятно, что такое. Нарисовать. Вот так вывод. Это и есть та самая линия, о которой мы сегодня два и ведем. Да? Вот. Там другая пара. Пожалуйста. Вот вам другая пара. Ну и так далее. Значит, таким образом. И связь теоремы Кёнинга с теоремой Форта-Моркерсона на максимальном потоке и минимальном разрезе. Заметь. Что такое максимальный поток? Это максимальное количество таких вот отрезков, где отрезки разные. То есть, никакой отрезок ни с каким другим не имеет. Это максимальный поток. Что такое минимальный разрез? А это, объясню, что такое. Минимальный разрез, он, он же как должен проходить у нас? Помните, вот здесь этот разрез? Минимальный разрез должен быть устроен на ассоциативном потоке. Правильно? Наверное. Наверное. Что такое величина разреза? Так, вообще, по-всякому. Мы должны, значит, точку А отправить в левую часть разреза. Точку Б отправить в правую часть разреза. И дальше часть девочек, ну там, или всех веществ, отнести к левой части. И несколько, или для одного, или несколько мальчиков тоже отнести к левой части разреза. И величина разреза, вы подумайте, что это такое. Это количество отрезков, которые начинаются в его левой половине и заканчиваются в его правой половине. Согласны? Отлично. 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 Давайте подумаем, что же это на самом деле... Какое же имеет это отношение к теории фьюни? Понимаете? Количество линий, которыми можно вычеркнуть все единицы. Разрез, он как-то у нас вот так странно проходит, и как-то это все непонятно. А-а-а, а я знаю. А-а-а, а я знаю. А-а-а, а я знаю, ребята, смотрите. Смотрите, когда вы проводите, смотрите, когда у вас проходит разрез, то на самом деле выгодно проводить разрез вот так, а не так. Понятно почему? Потому что разрез вот такой вот, он пересекает одну лигу, а разрез вот такой, он пересекает два лига. Согласны? Поэтому смысл такой, если у вас есть любой разрез и есть какое лебро, которое он пересекает, вот например, здесь он пересекает, то выгодно соответствующего мальчика сразу отдать налево, туда. Да, да, потому что, уж если одним липром вошел, то коготов увяз, всех не пропасть. Да, если вы еще с этим подумаете, я уверен, что вы сейчас это не можете, а вы просто уже скажете много времени. Но если вы чуть-чуть еще на эту тему подумаете, то вы поймете, что теорема Теонега без теоремы Борис-Петерсона действительно следует. Итак, ребята, вообще сегодня это очень трудная, очень важная тема и, повторяю, без чтения статьи Бошмаркова обочтись невозможно принести. Я пытался вам это объяснить, обойтись действительно невозможно. Значит, сейчас у нас выступает самая трудная часть лекции, потому что я вам должен объяснить, как же доказывается теорема Борис-Петерсона. И перед рейтингом я еще должен хотя бы какую-нибудь простую задачу решить, потому что, я боюсь, иначе лучше чем говорить, в рекламу. Вышла книжка «Задачи состоитных олимпиад» Васильева и Егорова. Это действительно великая книжка, ее сейчас еще можно купить, и я это, безусловно, советую сделать. Василий Фугорьев, «Задачи всесоюзных олимпиад». Ребята, не путаться всероссийскими. Важно понимать, что Советский Союз состоял из 15 республик, и уровень всесоюзных олимпиад был у нас, в общем, существенно выше даже, чем уровень международного. Поэтому это действительно замечательная задача. А с учетом того, что тогда замечательные люди этим занимались, Васильев – это человек абсолютно великий, он, к сожалению, умер. Андрей Александрович Егоров тоже, в общем, человек совершенно замечательный, работал в редакции «Кванта» очень много лет. Фактически вся история «Кванта» – это его. Так вот, господа, эти два человека написали, на самом деле, великую книжку «Задачи всесоюзных олимпиад». Она вышла сейчас в журнале «Квант», продается в МЦНМО, обратно в их местах, очень советовала. «Всесоюзные олимпиады». «Задачи всесоюзных олимпиад». А надо получить, так что? А определенные олимпиады? Что определенные олимпиады? Ну, всесоюзные олимпиады проводились для последних трех классов. Реально, школьник, начиная с восьмого класса, решатель очень полезный. Такой замечательный человек, как Меотокарев, автор огромного количества задач. Сейчас он ведет задачу журнальной математики в школе. Он создатель турнира «Несавина». Так вот, он мне говорил, что стал придумывать задачи после того, как прорешал именно ЭФКнижку. То есть, вот если взять и прорешать... Я не уверен, что вы станете таким же как Меотокарев, но ваш манфатический уровень по-настоящему поднимется. Более того, скажем, манфатический согласие, которым я работаю, я просто всех своих школьников заставляю это делать. Потому что, ну, вот вас я не могу никак заставить, а вообще это действительно настоящая полезная деятельность. Так вот, в этой книжке в качестве одной из последних восьмидесяти восьмых задач, почему так не взяли, опубликовали список из восьмидесяти восьмых задач, которые им кажутся замечательными и интересными. Да, просто есть задачи в соединенных олимпиадах и плюс еще восемьдесят восемь. В качестве одной из этих восьмидесяти 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 восьмидесят. Представьте себе таблицу. Так, для начала, в которой две строки и несколько столов. Не важно, не важно сколько, важно, что две строки. Пусть в этой таблице имеется n белых шариков и n черных. Разрешено. Как угодно менять местами шарики внутри одной строки. Ну и соответственно, как угодно внутри строки. А можно менять, потому что уже задача. Докажите, что можно такой перестановкой добиться, чтобы в каждом столбике шарики были бы разноцветные. Повторяю. Дана таблица размером 1. Разрешена любая перестановка в верхней строке. Ну и в нижней тоже, хотя это уже не нужно. Докажите, что при помощи такой перестановки можно сделать, чтобы во всех столбиках были бы разного цвета шарики. Ответ действительно, конечно, да. Докажите. Ну, значит, вот следующее. Если n есть сверху и n снизу. Неважно даже, как. Всего этих шариков будет два n. Да. Загнуло 30. Ну, да. В общем, если в верхней строке, допустим, один всего белый шарик, то внизу, ясно, тоже, то будет внизу один черный шарик. И их можно расположить друг над другом. Да. А остальные, соответственно, если в верхней строке... Молодец, конечно. Берем любой белый шарик из верхней строки. Ставим его сюда. После этого говорю, что не может же в нижней строчке все шарики быть белыми. Потому что иначе будет слишком много белых шариков в таблице. Значит, хотя бы один черный найдется. Пишем его сюда. Отрезаем. Эта задача свелась к таблице меньшего размера. Хорошо? Разумеется, такую задачу у нас нет. Давайте посмотрим задачу поинтереснее. Таблица размером 3 на 1. Белый, черный. Ну, давайте с ним. То же самое. Любая перестановка в строке разрешена в любой. А вот между строчками перемешивать шарики нельзя. Докажите, что можно добиться, чтобы в каждом столбике шарики были бы все три градуса. Любая перестановка в первой строке. Любая перестановка в вторую строке. Ну, если угодно, любая перестановка в третьей строке. Докажите, что можно так сделать, чтобы во всех столбиках были бы три. Шариков разного цвета. На всякий случай, скоро я скажу про четыре строки. Да, пожалуйста. Мне кажется, там вот может быть, что в одной строке будут просто все одного цвета шарики. Ну, тогда в других будут, они и рады, что только этого цвета в них и будет. Ну, тогда шарики сейчас будут. Если в одной стороне все шарики синие, то задача действительно свелась только что решенная. Ну, в общем, от этого никакого толку. Дело в том, что обдумки не все сидят. Нет, просто это один из зуялков. Отлично. Ну, то есть, это решение. Да, да. Значит, можно считать, что в каждой строчке есть хотя бы два шарика разного цвета. Вверху слову. Дальше. Предположим, что у нас есть, в верхней строки белый шарик. Предположим. Предположим. Вы помните, что хотя бы два цвета должны быть в нижней строке? Нам объяснили, что если нижняя строка вся состоит из одного цвета, то задача будет лучше, да? Значит, в нижней строке есть хотя бы два разных цвета. Понятно, что, значит, здесь отлично от белого цвета. Черный. Ну, какой для пример? Синий. Синий. Отлично. Вот. Значит, мы с вами уже нашли белый и синий. Черный. Если здесь есть черный, то задача уже решена. Значит, в этой строчке все должны быть какими? Черный. Синий. Нет. Только белый и синий. Вот эта строчка, нижняя строчка, целиком должна состоять только из белых и синих. Ну и отлично. Пусть она состоит из белых и синих. Либо сюда синий, либо белый. По сути, это тоже, правильно? Значит, можем считать, что у нас так, например, белый, синий, синий. Так, господа, давайте дальше думать. Что у нас? Здесь у нас черных нет? Правильно? Почему нет? Потому что если есть, то мы его ставим и этот столбик отрезаем. Здесь черных тоже нет. Потому что если он есть, то мы его ставим сюда и отрезаем. Нет. Значит, все черные только вот здесь. А сколько здесь дает место? Н минус один. Задачу решили? Решили. Отлично. А теперь сама задача. Имеется таблица. Ну, например, из пить и строчек. Н белых, Н черных, Н синих, Н желтых и Н красных. И вот тут тоже, ребята, у вас очков не получится. Потому что предыдущие рассуждения, они были основаны на том, что два, три это маленькие числа. И вы можете все варианты посмотреть. А тут как начнется, там белый, синий, синий, красный, красный. И что есть в этом роде? И вы обязательно забудетесь. Заявление. Надо обязательно суметь свести эту задачу к нашей сегодняшней теме. Надо понять, кто же у нас тут девушки. А кто и лучше? Что же, кто? Понимаем принципиальное решение. Кто девушки? Да. Строчки. Строчки, конечно. А кто и лучше? Шайки. Шайки. Шайки, да. А кто? Хлеб. Цвета. Цвета. Видишь? Строки. Это? Цвета. Юноша. Ребята, смотрите, пожалуйста, что у нас должно быть. Когда девушка согласна выйти замуж за такой-то цвет. Когда в ее строчке есть шарик такого цвета. Смотрите, что у нас есть. Для любой девушки, хоть и за кого-нибудь она замуж согласна. Ну, потому что в любой строчке есть хотя бы один шарик. Для любых двух девушек есть хотя бы два цвета, если объединить списки их любимых цветов. Вот этих цветов. Конечно. Потому что невозможно шариками одного цвета заполнить две строки. Для любых трех девушек, если взять объединение списков цветов одной строки, второй, третьей, будет минимум три цвета. Да потому что шариками двух цветов невозможно заполнить две строки. Понятно? Условия теоремы. Условия теоремы ответственной свадьбы, очевидно, полностью выполнены для этой задачи. Значит, можно для каждой девушки найти свой цвет. Устроить полную, значит, эту свадьбу. И это и означает, что мы находим такой вот одноцветный столб. Легкая задача. Мы ее уже спокулировали сегодня, просто не решили. Представьте себе, что в классе каждая девочка дружит с тремя. Мальчиками. А каждый мальчик дружит с тремя девочками. Докажите, что можно рассадить за парком. Надо проверять условия теоремы о деревенских свадьбах. Смотрите. Берем несколько девочек. Берем несколько девочек. Смотрим, с каким количеством мальчиков они дружат. Это дружит с тремя. Это дружит с тремя. Это дружит тоже с тремя. Понятно ли вам, что количество вот этих мальчиков не может быть меньше, чем количество девочек? Очень понятно почему. Потому что если мы берем k девочек, то вот таких вот отрезков, которые мы здесь нарисовали, их ровно 3k штука. Но в каждого мальчика входит из этих отрезков максимум 3 штуки. Поэтому мальчиков должно быть минимум k человек. Согласны? Нет. Значит, условие теоремы о деревенских свадьбах выполнено, все хорошо. Так, и последнее. Доказательство теоремы Форда-Фонгерсона. Совсем быстро, но очень красиво. А вот теорема Форда-Фонгерсона доказывается при помощи алгоритма Форда-Фонгерсона. Алгоритм Форда-Фонгерсона – это способ для любого графа, в котором есть определенная вершина А, источник вершина В, стоп, и система выпускных способностей. Так вот, для любого такого графа наш алгоритм работает. И если можно увеличить поток, который течет по этому графу, то увеличиваем этот поток. Если нельзя увеличить, то объясняет, почему нельзя. Сейчас давайте я быстренько объясню, как это работает. Вот у меня точка А. Вот точка В. Умеется произвольная система труб, произвольный граф. Они, естественно, ориентированы. Я уже здесь не буду стрелочкой рисовать, потому что способность вписать. Вот. Вначале пускаем по всем трубам нулевой поток. Естественно, что условие Киргофа в любое решение выполняется. На всякий случай, условие Киргофа – это то, что в любую вершину втекает ровно столько, сколько вытекает. Ну, разумеется, его не надо проверять для начальной вершины, потому что ее только втекает. И для конечных, потому что ее только втекает. А для всех остальных вершин должно быть так. Сколько втекает ровно, сколько же ей должно вытекать. Иначе возникает ровно. Так вот, условие Киргофа, разумеется, выполняется, если на всех решениях. Значит, Киргоф написать нули. Шаг алгоритма Форда-Полтерсона выглядит в следующем области. Если у вас имеется ребро, по которому течет меньше, чем можно, то на это ребро пишем снастриус. Течет меньше, чем может течь. Все такие ребра обозначают знаком плюсов. Совершенно понятно, зачем я это делаю. Если у меня есть система ребра, по которым идут подружки, то, господа, очевидно, что я на всех этих ребрах одну и ту же величину добавлю. И у меня общий поток увеличится. К сожалению, не всегда можно обойтись тем, что я сейчас сделал. Показываю конкретный пример. Вот представьте себе грамм АВ. Представьте себе, что у нас здесь сейчас течет жидкость. Здесь тоже течет. Здесь течет. Здесь имеется пропускная способность 1. Да, здесь, где поток, тоже величина 1. И здесь имеется пропускная способность 1. Смотрите, что происходит. И здесь не будет. Я, конечно, могу на этом ребре поставить знак плюс. Я могу на этом ребре поставить знак плюс. Однако, когда у меня на этом ребре стоит плюсик, непонятно, как же их объединить. Для этого служим, и в этом есть последний шаг показательства, ребра со знаком минус. На ребре пишем минус, если по этому ребру хоть что-нибудь течет. То есть по этому ребру течет поток больше нуля. Если нулевое количество течет, то знак минус на ребре не ставит. Значит, повторяю систему. Плюс ставим на том ребре, где течет меньше, чем может течет. Минус ставим на том ребре, где хотя бы что-нибудь течет. Теперь, смотрите, я на самом деле вот на этом ребре ставлю знак минус. На этом ребре ставлю знак минус, да? И на этом ребре ставлю знак минус. Потому что по ним что-то течет. И у меня возникает система из плюсов и минусов, по которым я могу пройти из точки А в точку В. Значит, в общем виде эта система выглядит в следующем образом. И это главная идея алгоритма Афорта-Палькерсона. Вот. Идем по плюсику. Идем по плюсику. Внимание! Идем против минуса. Идем против минуса. Идем по плюсику. Идем по плюсику. Идем по плюсику. Идем против минуса. Идем по плюсику. Идем по плюсику. Так вот, как только я нашел такую систему, Когда идем вдоль плюса и против минуса, то я могу сделать простую вещь. Я уменьшаю их поток, а там, где плюс стал. И смотрите, что произойдет. Здесь я уменьшил, здесь будет ноль, а здесь потекло и здесь потекло. И в результате у меня пошло вот так. И в общем случае будет вот так же. Почему выполняется закон Киргофа? Если здесь стало больше течь и здесь стало больше течь, то в эту вершину втекая, настолько же больше стало вытекать. Хорошо? В эту вершину стало больше втекать, но по этому ребру ровно настолько же стало втекать меньше. В эту вершину стало меньше истекать и ровно настолько же стало меньше втекать. Меньше стало истекать, но зато по этому ребру стало больше истекать, поэтому баланс сохранился. Больше втекает и больше втекает, больше втекает и больше втекает и так далее. Таким образом, каждый шаг от алгоритма форума Персона действительно приводит к увеличению пропускной способности всей системы. Это последнее заявление. А вот представьте себе, что алгоритм форума Персона отработал, но не смог увеличить пропускную способность. Ну понятно же, что когда-то это произойдет, потому что мы приложили один путь, второй, третий, вы же не бесконечно много, с вами покупает бесконечно много, да? Да и, кстати, даже если у нас пропускали способности вещественные числа, там тоже нужно обойтись. Ну для целых это совсем очевидно, что нельзя, да, нельзя бесконечности увеличивать, это неправильное число, если у нас общая это ограничено. Так вот, что происходит в тот момент, когда алгоритм форума Персона отработал, но не смог увеличить? А очень просто. У нас возникают вершины, до которых при помощи плюсов к минусу мы не смогли дойти. Ребята, давайте я условную систему нарисую. Значит, представьте себе, что до каких-то вершин я сумел дойти, а до каких-то нет. Вот есть вот какой-то у нас разрез, да? Возник какой-то, неважно, какой непонятный разрез. Что значит, что я сумел такими вот путями, плюс и минусом, до всех вот этих вершин дойти из точки А, а дальше не смог? Это значит следующее. Что вот на таком дебре у меня не может стоять знак плюс. А что значит не может стоять знак плюс? Это значит, что по такому дебру везут все, что можно. Течет максимально возможное количество. Бежит максимально возможное количество людей. Зависит от того. Да? То есть все такие лебра, которые будут с ляда на право, максимально нагружены. Отлично. А что значит? Вот представьте себе, здесь какая-нибудь стрелочка. Что значит, что мы не можем пойти в рогу к этой стрелочке? Что, почему здесь не стоит знак минус? А почему не стоит знак минус? Знак минус ставят, когда что-то течет. Значит, здесь ничего не течет. То есть справа налево ничего не течет, а слева направо, везде, где можно, течет максимальное количество. Это и называется максимально загруженная система. Согласны? Значит, мы нашли тот самый разрез, совпадающий с величиной потока. Это и значит, что минимальный из разрезов совпадает с максимальным потоком. Мы построили максимальный поток и выяснилось, что он совпадает с минимальным разрезом.